Сегодня готовлю кексы. В приготовлении буду использовать несколько товаров купленных в магазине фикс прайс. Нам понадобится маргарин сливочный или сливочное масло 60 граммов, сахар 100 граммов, яйцо размера циноль, кефир или йогурт или простокваша 125 миллилитров, мука 140 граммов, может быть как больше муки, так и меньше. Буду смотреть по состоянию теста. Разрыхлитель для теста 1 чайная ложка, изюм полстакана, ванильный сахар половина пакетика. Все продукты заранее достанем из холодильника. Маргарин должен стать мягким. Изюм заливаем кипятком и даем какое-то время ему настояться, чтобы он стал мягче. Муку и разрыхлитель просеиваем через сито. Размягченный маргарин, добавляем в миску, высыпаем сахар, перетираем маргарин с сахаром сначала столовой ложкой. Ванильный сахар я добавила к этой массе и продолжаю растирать уже венчиком. И потихонечку добавляем кефир. И продолжаем все это растирать. Кефир весь влит. Вот получилась такая масса с храплениями маргарина. Но это нормально, нам и не нужно добиваться полной однородности. Добавляем сюда яйцо. Ничего взбивать не нужно, просто размешиваем. В этот момент ставим духовку разогреваться до 180 градусов. Муку добавляем понемножку, не всю сразу. И размешиваем тесто. Мука у меня ушла вся. Тесто получилось вот такой консистенции, как на густые оладьи. Вот оно сползает с венчика. Изюм я слегка пересыплю мукой, чтобы он лучше распределился в тесте. Теперь изюм засыпаем в тесто и перемешиваем. Теперь столовой ложкой выкладываем тесто в формочки, заполняя их на две трети объема. Помогаем сползти тесто лопаточкой. У меня из этой порции получилось 9 кексиков. Сейчас отправляем в духовку на режим верх-низ. Решетку с кексами я поместила на вторую полочку снизу. Кексы выпекались ровно 30 минут. Вот они какие получились красивые, загорелые. Освобождаем кексы из формы. Они хорошо от формы отстают, пропеклись со всех сторон. Немножечко нажимаем на донышко снизу и кексик сам вываливается. Кексы оставляем остывать. Теперь попробуем наш кекс на разлом. Вот, посмотрите, он полностью пропекся. Изюма много. Изюм распределен равномерно по тесту. Я попробовала на вкус очень нежное, мягкое, пушистое тесто. Это вкусно. Для крема, для украшения нам понадобится 1 белок от яйца С1, 9 чайных ложечек сахара с горкой. Я взвесила здесь 80 граммов. Белки я стану взбивать вот таким старым-старым венчиком. Не захотелось мне что-то миксера доставать. Взбиваю их в крепкую пену. Белки взбились вот в такую крепкую пену. Теперь начинаем по одной чайной ложечке добавлять сахар и взбивать. В итоге получился вот такой вот крем. Плотный, густой, держит форму, образуются пики. Вот он не спадает с лопатки. Кондитерский мешок из FixPrice. Надеваем вот таким вот образом на стакан. И внутрь начинаем лопаточкой выкладывать крем. Насадку я выбрала вот с таким наконечником. Продвигаем поближе к наконечнику наш крем и начинаем украшать кексы. И завершаем украшение наших кексов вот такими вот ягодками. Это мармелад со вкусом малины и ежевики. Вот такая красота получилась. В приготовлении этих кексов мне помогли следующие товары из FixPrice. Формочки силиконовые для выпекания кексов. Кондитерский мешок. Лопатка. Венчик. И жевательный мармелад. Джу-джу. Субтитры создавал DimaTorzok